Прохладным морозным утром многие рязанцы не задумывались над тем, какой сегодня день. Для того, чтобы выяснить знания горожан о центральном документе страны, наша съемочная группа задала им несколько вопросов, ответы на которые можно найти в Конституции. Здравствуйте, вы знаете, какой сегодня праздник? Нет. День Конституции. Я очень рад. Когда появляются основные права и свободы человека? В каком возрасте? В 14 лет. А с рождения он не имеет прав и свобод? Не, имеет. День Конституции. Отлично. Что вы из нее помните? То, что она соответствует, по-моему, всеобщей декларацией в этой степени, а так не особо. Государство что должно предоставлять? Чтобы Конституция была соблюдена с институтами власти, полицией, судом. Вы знаете, какой сегодня праздник? День Конституции. Единственное, кто на это ответил. А субъекты Российской Федерации можете перечислить, какие у нас есть? Нет, не могу. Область? А, ну области, районы, потом населенные пункты, наверное, какие-то села, деревни. В Конституции обозначено, что Россия состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, равных субъектов Российской Федерации. А вот вы можете ответить на вопрос, из каких субъектов состоит Российская Федерация? Перечислите. Нет, к сожалению, тоже не могу ответить на этот вопрос. Вы не знаете, что есть край, область, автономный округ? Знаю, но я не знал, что это субъекты. Знание Конституции необходимо самим гражданам. В ней говорится именно об их правах и свободах. Обязанность же государства признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы. Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. В целом, 12 декабря раньше считалось одним из самых больших праздников. Этот день являлся официально выходным. Однако, в 2004 году праздник был причислен к памятным датам. Несмотря на это, 12 декабря по всей стране в образовательных и культурных учреждениях проходят уроки правоведения. Круглые столы, тематические презентации, выставки и другие мероприятия, привлекающие людей к просвещению в сфере законодательства. Для того, чтобы взаимодействие граждан и государства было более слаженное. Так что, если кто-то до сих пор не ознакомился с основополагающим документом России, не поленитесь как-нибудь на досуге это сделать. И несмотря на то, что сегодня рабочий день с праздником.